здравствуйте друзья типичная ситуация вот сегодня захожу у нас кухонь такая небольшая там стол не за там 5 6 7 человек могут сидеть и вот сидят эти 5 6 7 8 человек одна из присутствующих нерусскоговорящая девочка она такая в платочке таком мусульманском сидит остальные русскоязычные и вот они естественно как для них по-русски беседуют эта девочка на так скромненько сидит вот так они там по-русски значит я много раз видел когда сидит одна допустим не не вот такая девочка допустим из индии у нас много девочек из индии вот тип какая девочка из индии или может быть 2 вот или там в одном углу из пакистана в другом из индии а по центру там 76 наших и они так по-русски себя мирно беседует отец где-то в угол забиваются вот об этом поговорим первый раз я столкнулся с этим многом лет назад только приехал в сша но не не приехал а только уже начал вот работать в нормальном месте в айтишной компании это был буквально год так девяносто второй то и там было сколько-то наших сколько-то китайцев и довольно много американцев хотя наших и китайцев было тоже немало и вот там так так называется кафетерий но тоже столовка можно сказать такая комната там холодильник стоит там умывальничек там ваш напитки ну и вот вот там столики были 6 7 столиков небольших там человек там не знаю на 5 на 6 и вот идем покушать там садимся и вот когда только пришел и нас еще там мало было как-то вот все больше по-английски люди разговаривают но кто как мог что для меня например как для начинающего в английском языке человека было даже в общем то полезно то есть я может это там тужился но все-таки практиковался а тут как-то нас критическая масса так выросла и вот мы садимся за один стол и давай чесать по-русски тут я смотрю прошло буквально немного времени и за соседним столом уже сидят китайцы и давай чесать по-китайски а там где-то еще сидят американцы и как-то знаете так они сидели немножко с недоуменным таким видом мол что это это было давно сейчас конечно сколько там американцев то господи да можно пренебречь искать их процентов я утрирую я просто рассказываю что сейчас много разных да но все-таки из индии народа не более-менее англоязычные и даже вот друг с другом иногда они и не могут у них может не быть просто общего языка хотя могут могут в основном на хинди они могут но бывает что не бывает что переходит на английский просто им так удобнее и вот в школе у нас на разных языках люди разговаривают вот кстати я помню были три девочки из израиля такие уже настоящие не не вот не то что ссср потом израиля прямо оттуда как ты их так судьба тут свела 33 знакомые подружки они пришли все втроем и вот они тоже сяду за стол и давай там на иврите щебетать бывает заходишь там на украинском как-то я помню захожу и там три девчонки и так смачно так знаете разговаривать оказались они западной украины из львова откуда-то вот из тех окрестностей так хорошо так прям такая украинская речь вот и бывает там пару латино смогут по-испански там заговорить друг другом но есть тонкость такая то есть все-таки правила как бы хорошего тона и я не хочу сказать что эти правила хорошего тона распространяются только где-то вот на территории запредельных по отношению к отечеству нашему широком широких его границ нет то есть и там тоже считалось неприлично вот когда допустим там вот несколько человек неприлично говорить на языке который непонятен присутствующим так нехорошо я помню даже знаете был случай много лет назад тогда еще видео выдавали так вот на кассет на бобинах значит на кассетах на кассетах чтобы можно было посмотреть там видеоплеере и пошли мы со светланой супругой мои пошли в такую рентовку там ходили ходили и на выходе там я не помню там пять-шесть человек очередь ну и пока там дойдешь там до этого кассира и мы вдвоем беседы вот он женой беседует подходим кассе и девочка на кассе молоденько ну лет 20 она так обиженно говорит что же выгодит разговариваете на непонятном языке вы же можете по-английски мы говорим можем она год ну так и чего ж тогда я подумал ну действительно вот то есть я не говорю о том что это человек который со мной вместе работы это чак который вообще просто мимо шел понимаете но стоит девочка на кассе вот уж действительно вот уж проблема какая но тем не менее то есть люди люди обижаются и общая так сказать культура общечеловеческая которая не чужда абсолютно нам всем как выходцам из ссср тоже и это самая общечеловеческая культура она говорит что надо говорить на том языке на котором тебя понимают я помню вот ездил по молдавии как-то с одним человеком но он местный молдаванин и у него был такой жигуленок и мы с ним там катались и вот там где нить вылезем там соку попить или там какую фрукту скушать вот и там они начинают по-молдавски друг другу если там продавщица допустим начинает ему по молдавке что-то такое а у него это у нас будет гость вот из москвы они переходят все на русский понимаете они не говорят при тебе на языке который ты не понимаешь как то как только понятно что ты гость все тут же тут же переходят на русский в новод в америке то что я сейчас наблюдаю в нашей школе например это происходит при том что мы в общем-то им говорим что у нас язык английский мы не хотим чтобы люди чувствовали себя как сказать ну выделены в какой-то отдельную второсортную группу что с ними можно не считаться а их интерес как бы второсортный интерес вот вот есть как бы какой-то супер народ который говорит по-русски а есть какие-то второстепенные люди которые но не говоришь по-русски твоя проблема понимаете и вот это я пытаюсь понять что же это часть какой-то культуры вот это это не я не могу понять что это вот сказать что там скажем из православия идет нет сказать что в ссср например так было да в общем то тоже нет то есть может быть это было где-то вот на уровне там я не знаю пролетариат какой-то такого как ну ну совсем просто примитивного я не я не знаю это в колхозе может быть в колхозе может быть да я не знаю откуда в колхозе на других языках там кто вот но чтобы вот в городе вот я жил москве да там люди вокруг чтобы вот так я и в ссср такого не видел то есть какое-то такое да и я все время замечания делаю я говорю а что же вы это не действует никак то есть на то время что вот я присутствую они могут там замолчать или перейти на английский но потом они продолжают то же самое дело то есть у них внутреннего стержня такого который говорит неприлично неприлично игнорировать людей неприлично заставлять человека чувствовать себя каким-то дискриминированным каким-то вот второсортным братья какая-то такая я не знаю не чувствительность невосприимчивость я вас уверяю что если бы по отношению к ним что-то такое было вот абсолютно то же самое но по отношению к ним они бы заметили они они бы очень хорошо заметили ник никому не хочется быть вот 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 это вот вот там где-то вот с которой можно не считаться даже если ты человеком считаешься если он для тебя важен если он как бы ты относишься к нему с уважением ты не будешь этого делать какая-то культура такая что вот относиться к людям к другим людям неуважительно это какой вот из какой культуры пришло не знаю в общем я это к чему рассказ-то веду к тому чтобы вы сами когда с вами такое будет происходить чтобы вы знали помнили обращали внимание и другим тоже давали пример того как надо себя вести хорошо конечно вы можете там если вы вдвоем сидите и там на улице стоите общаетесь нормально можете говорить на любом языке но когда к вам подходит третий который не говорит на этом языке вы автоматом переходите на этот из на английский и я обычно там когда те кто-то за допустим мы ставим на кухне беседуем кто-то заходит я перехожу на перехожу на английский я говорю вот мы обсуждаем вот такой вот фигню чтобы человек зашедший как бы чувствовал себя как бы что он участник этого разговора они просто так там будет как-то мило тень тень какая-то прошла и и все поэтому вот вот только к этому то есть обращайте внимание вот просто обращайте внимание и скажите себе я так делать не буду если кто-то будет в моем присутствии так делать я покажу пример того как как правильно дело не только в том что вы внутри как бы сами себе обрываете какие-то очень важные там каналы энергетические давайте вы прекрасно знаете что делаете при этом вы очень хорошо понимаете что вы делаете но все равно это делает так вот вы первую очередь наносите урон себе вот в этом смысле второе представьте себе вот этих всех людей вот они студии вот они студенты они в одном классе и так далее на протяжении там скажем ближайших пяти лет например вероятность того что один из них будет интервьюировать другого ну не нулевая но вот скажем так сильно не нулевая сильно не нулевая а представьте сколько там народу вообще да но неужели вот этот человек которыми которому вы демонстрируете открыто свое пренебрежение не уже этот чек там вот захочет с вами работать потом или скажет там начальству давайте его возьмем он совсем другое скажет вас как я этого я знаю вот так что ну даже не только поэтому но для себя вот скажем подавляющее большинство людей не крадут не потому что боятся наказания они не крадут потому что они выше того чтобы красть они не ну как это красить что же он должен красть это же себя не уважать в первую очередь поэтому большинство людей не крадут именно поэтому вот то же самое тут большинство людей большинство людей переходит на английский ну в данном случае английский не потому что им какое-то наказание или они боятся что потом тот человек его на интервью встретит и на работу не возьмет не поэтому потому что он себя уважает вот вот собственно и все счастливо